Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый В эфире программа Союз нерушимый. Здравствуйте, добрый день. В этой студии Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Да, ведущие программы Союз нерушимый. Спустя две недели в 13.05 мы снова вместе. Да, и как всегда вместе и сегодня мы не можем обойти и придумать какую-то другую тему, да, с учетом приближающегося великого праздника страны 9 мая. Да, совсем скоро, 71-е годовщины Великой Победы. Ну, у нас просто, можно сказать, что без вариантов, да, все-таки нужно было, нужно было посвятить этому событию, этой великой дате очередную передачу. И, кстати, после Дня Победы, через две недели, у нас, думаю, получится еще раз. Мы еще раз, да, соберемся. Да. В общем, мы хотим поговорить о вкладе, в общем, многонациональной страны в эту победу. Вот сегодня у нас удалось пригласить двух гостей. Давайте сразу их представим. Раиса Кувалдина, ветеран Великой Отечественной войны, разведчица. Добрый день, Раиса Васильевна. Партизанка. Партизанка. Связная. Узница. И узница. Да. Ну, обо всем мы, безусловно, поговорим. Кстати, я советую нашим слушателям заходить на наш сайт, если есть такая возможность, эхокирова.ру, там есть видеотрансляция. Загляните, посмотрите на Раису Васильевну на то огромное количество наград, которые у нее на груди. Ну, вы знаете, вот ни с кем вам поклон все-таки хочется, в первую очередь, да. И второй наш гость, Абдуллахид Шабанов, руководитель дагестанской диаспоры у нашего города. Добрый день. Здравствуйте. Ну, на нем тоже лежит сегодня ответственность. Он должен нам конкретно и всесторонне рассказать о вкладе многонационального дагестанского народа, потому что такого народа, как дагестанский, нет, да? Нации нет. Нации такой, так сказать, нет, а есть очень много... Народ Дагестана. Более сотни, да, Витя? Нет, нет, это ошибочное мнение, если надо, я расскажу об этом. Конечно, это будет разговор, походу. Вот, ну что? Давайте с Раисой Васильевной начнем. Да, давайте мы дадим. Раиса Васильевна, ну, я эту женщину очень люблю, все время с ней, да. Восхищаюсь, скажу так. Нельзя не восхищаться. Да. Этой судьбой непростой судьбой. А я вот восхищаюсь ее любовью к жизни, понимаете? Вот это жизнелюб, человек, который никакие бы трудности не были, как бы, так сказать, те или иные бюрократы не относились к ее судьбе, она все время, посмотрите, она все время улыбается, она все время готова двигаться вперед. Раиса Васильевна. Раиса Васильевна, я понимаю, что дамам такие вопросы не задают, но сколько вам лет? Где вы родились? Где вы родились? Да, женщинам не задают вопросы, а приходится отвечать, куда деваться-то? Родилась я в Орловской области, в Малархангельском районе, в деревне Хмелевое. Деревня эта существует сейчас? Деревня существует, но как та, какая она была, сейчас там осталось несколько домиков. Во-первых, ее немцы сожгли при отступлении, вот, половина, а потом уезжать стали люди. Жизнь-то трудная была жизнь, люди уезжали из деревень. Ну, что-то еще интересует... Родились в этой деревне, на Орловской земле, в 1928 году. В 1928 году. 18 ноября. 18 ноября, то есть через два года у вас 90-летний юбилей получается. Ну, я жить буду 138 лет. Это мне сказал сын, который сейчас лежит в инсульте в два года. Я говорю, Юра, а почему не 40, не 140? Мама, я два годика у тебя возьму себе. Ну, это юмор, конечно. Но мы желаем здоровья и вашему сыну, и вам, и вашему славу. Ну, что? Собственно, мне вам рассказать как бы автобиографию, да? Нет, Раиса Васильевна. Вот смотрите, автобиографию вы можете тоже рассказывать. Вот смотрите, вот мы живем сегодня в России, но мы все время празднуем великую победу, в которой победу одержал советский народ, победу одержал СССР. И, ну, я вот могу, такие вот, ну, как азербайджанец, который горжусь тем, что азербайджанец, да, и, значит, Азербайджанская республика входила в состав СССР. Да, я скажу, что свыше 400 тысяч азербайджанцев было призвано, значит, в ряды армии во время Великой Отечественной войны. Значит, 800 тысяч, 400 тысяч были награждены орденами. Свыше 800 призваны были, 400. 360, к сожалению, не вернулись, значит, с боев, да. 123 героя Советского Союза, значит, из Азербайджана было. Много из них известных, как бы, людей, там, генерал Азия Асланов, там, Исрафил Мамедов, там, ну, и так далее, и так далее, которым мы все гордимся. И в то же время я должен сказать, что среди этих 123 азербайджанцев, значит, выходцев из Азербайджана, всего 43 азербайджанца, герои Советского Союза. То есть это люди, которые родились, выросли в Азербайджане, пошли в армию. Из них 43 человека азербайджанцы, 30 человек выходцев из Азербайджана, герои Советского Союза, армяне. Остальные лесгины, аварцы, территории Азербайджана, талыши, очень много национальностей живет. И я хочу сказать, что, наверное, по всему Советскому Союзу ситуация была, по всем республикам аналогичная. То есть мы гордимся всеми теми, кто, значит, проявил героизм во время Великой Отечественной войны. И с этим, значит, Раиса Васильевна, вот мы часто с вами встречаемся, разговариваем, вы рассказываете о людях, с которыми вы так или иначе сталкивались, служили, помогали друг другу. И, конечно, наверняка среди них были люди разных-разных, значит, национальностей. Как представителей великого русского, значит, народа, так и представителей других народов, которые одинаково клали свою жизнь в свои головы. Которых объединил Советский Союз. И никто, когда шел под лозунгами «За Родину», никто в это время, да, и за Сталина, значит, никто не уточнял, так сказать, никто не говорил там. Все говорили «За Родину», и вот это наша Родина СССР. И вот в связи с этим вот хотел бы, чтобы вы немножечко нам рассказали. У вас есть эти истории, да? Да, о своих сослуживцах. Предупреждал об этом. Да. Конечно, у меня есть что рассказать. Мне 13-летние девчонки. Как раз 41-й год. Да, 41-й год. Я кончила 5 классов. Вот. И мою судьбу решил военрук нашей школы. Он знал, что я такая боевая. У меня уже были все значки даже в пятом классе уже. ГТО, ГТО, ПВХО, ГСО и Ворошиловский стрелок. И он, когда отступали наши войска, вот, он меня встретил в нашей деревне при отступлении и говорит, знаешь, Райка, мне с тобой сейчас некогда разговаривать, а к тебе придет человек от меня, он тебе все расскажет. И мы на этом с ним расстались. Это было 5-го, 3-го ноября. 41-го. 41-го года. 5-го ноября мы с девчонками играли. Знаете, раньше в классике прыгали. Вот. И вдруг, значит, я вижу, из последнего дома женщина показывает рукой на нашу группу. Вот. И Конный подъезжает к нам. А кто здесь Рая Калийникова, моя фамилия была? Кувалдиновую помужу. Да. Вот. Я говорю, я... А он так посмотрел, знаете, сверху вниз и снизу вверх. И так расхохотался. Я тогда, конечно, не поняла, в чем дело. А уж потом-то я поняла. Он-то мечтал, что у него будет напарница взрослая, а тут ребенок. Ну, все равно, пойдем поговорим. И он слез с лошади, взял ее под узцы, и мы пошли из деревни. Он говорит, я от Александра Дмитриевича, от вашего военрука. А Александр Дмитриевич, оказывается, был в армейской разведке. Вот. Он говорит, что очень надежный вы человек, на выме я называл. Вот. И мы хотим поручить вам работу. Вы знаете, что ведь скоро сюда придут немцы. Знаем, уже быстро они очень подвигались. А вы тем временем готовились как-то к эвакуации? Нет, мы не эвакуировались. Только папа меня... Мы в городе потом жили, в районном. И он меня в деревню-то привез, в мою родную-то нашу, вот, из-за бомбежек. То есть готовились к сопротивлению уже, я так понимаю. Немцы бомбили. Потом, когда, значит, оккупированы были немцы, это наши бомбили. А в деревне все-таки не бомбили. Вот. И он говорит, мы вас оставляем связной. К вам будут приходить люди вот с таким жетончиком. И дает мне вот такой жетончик. Он помещался в этот спичечный коробочек. Там было три буквочки. Б, А и М. Что они означали, я и тогда не знала, и до сих пор не знаю. Вот. Я принесла этот, расстались, да, будут приходить люди, значит, и скажут, что выполнить будет надо. Вот. И я пришла домой после этого. А у меня тетя была очень богомольная. А вам страшно было после этой встречи? А вы знаете, нет. Так страха неизвестности, что же будет? Нет, нет. Не было ничего у меня, страха никакого. Вот. И я положила эту, значит, коробочек с жетончиком на иконочку. И проходит, значит, ноябрь. Подвигается. В 10-го немцы прошли по нашей деревне, но они не остановились. Прошли и пошли дальше, значит. Потому что наша деревня, она, знаете, далеко от этих проезжих трактов. Вот. Самый близкий, это 3 километра был, там деревня Гречик. Вот. И, значит, ноябрь проходит. Вот. Декабрь проходит. Никого нет. Я уже и забыла про этот жетончик. Вот. И вдруг 31-го декабря, канун Нового года, к нам постучали. Вот. А вместе, значит, со мной, у тети, жила жена моего брата. Брат в армии был. И двое ребятишек. Девочке 3 годика, мальчику полтора годика. Женя-то вышла, значит, открыть. И слышу из синей-то разговор. Вот. Какие вы окруженцы? Вы сами немцам сдаетесь. А потом говорите, что вы попали в окружение. Ну, в общем, ругается. Ну, в общем, заходят шесть человек. Все одеты в фуфайки, истёганные брюки. Вот. В шапке без звёздочек. Ну, в общем, как окруженцы. Ну, и как ведь у нас русских сам голодный, а товарищи накорми, правда. Женя налила, а Новый год же встречать. Налила им похлёбки. Все сидят, значит, едят. А один самый старший по возрасту. Вот так. А я сидела около печки. У нас такие конечки. Где овощи хранились, принесённые из подвалов. Вот. Я сижу, значит, смотрю на них. А он на меня смотрит. И вот так мне сделал. И показал на дверь. Раиса Васильевна сейчас показала то, что называется, подмигнул. Да. Да. И показал на дверь. И вы знаете, у меня сразу прям загорелось всё. Я сразу поняла. Вот сейчас у меня в голове вот так вот волос поднимается. Вот. Я пошла в сене. Вышла в сене. Этот мужчина за мной. Вышел он, достаёт из кармана... Коробок спичечный. Коробок спичечный. И там жетончик. Мы не окруженцы. Мы пришли с заданием. Нам надо пройти до Понырей. Понырей... Это населённый пункт, да? Это большая станция железнодорожная. Вот. И это уже Курская область. 15 километров от нашего города. А вот от деревни-то она, значит, 22 километра до города идти, если... И 15... 37 километров. Вот. Дорогу знаешь? Знаю. А как я дорогу не знаю, когда я не только всё в районе своём знала, я даже и в других районах знала, потому что мы со школой ездили на всякие соревнования. А это ведь надо учесть зима. Да. А это правда, что зима 41-го, 42-го была очень морозной? Очень морозной. Мороз ещё стоял, да? Да, очень морозной была. И рано она наступила. Вот. И вот, значит, мы пошли. А он сказал мне, ты будешь моя дочка по документам. Документы были приготовлены, всё. А ребята будут идти за нами. Вот, ну, там не сразу группой, а там, допустим, два, там, может быть, один, потом ещё. В общем, вся группа будет идти до панерей. Вот. Я оставляла им следы, как след, договорённость. По правую сторону дороги, палочкой я оставляла галочки. Пройду метров пять, опять галочка, пройду метров пять, опять галочка. И вот всю дорогу я вот такие галочки оставляла. А шли мы вместе, как будто с папой. Вот. Если населённый пункт, то я пришла одна узнать, есть там немцы или нет. И, к сожалению, к счастью нашему, на всём пути... Не встретились вам, да, враги? Нет, не встретились ни в одной деревне. И причём, это мы шли-то днём всё время, мы ночью не шли. Потому что ночью опасно было идти. Подозрения всё равно могло быть. Вот. Ну и, в общем, я их... Подождите, где ночевали? А? Где ночевали? А в деревне? В деревне, в любой. Ну, нас народ такой пускали всегда ночевать. Везде. Вот. Я их довела. И на этом моя миссия окончена. И вы в одиночку пошли обратно? Я в одиночку пошла обратно. И пошла я не в деревню, а пошла в город. Потому что папа-то с мамой в городе остались. Они там были. Вот. Я прихожу домой, папа на меня. А ты зачем пришла? Пап, так ведь Новый год. Вот. Я скучилась по вас. Вот. И хочу с вами Новый год-то провести. Подождите, а вы за какое время преодолели вот этот путь? С ночевками? Два дня мы шли. Да, два дня мы шли. Вот. И папа тогда мне говорит, знаешь что, ты-то можешь кому-то сказать, только не отцу. Отцовское это сердце чувствует, что это неладное. Но если не можешь говорить, не надо. Но будь аккуратно. Это были папины слова. И больше у вас вот таких разговоров не было. Больше не было. О том, что вы каким-то образом привлечены. Ну, может тогда час. Конечно, Абдуллахид. Абдуллахид. За дагестанский народ, который тоже вложил и заплатил немалую цену за победу. Конечно, я могу сказать, что 9 мая действительно это особая дата у народов, населяющих бывшей нашу страну СССР. Поэтому мы, как неотделимая часть этого государства, тоже принимали участие. Насколько мне известно, 180 тысяч дагестанцев ушли на фронт. Вернулись обратно 80 или 90 по разным справкам, по разное количество. Я так понимаю, по всем народам идет уточнение. Потому что, когда я заканчивал исторический факультет, это было более 10 лет назад, нас ориентировали на цифру погибших 26 миллионов в этой войне. Сейчас она подбирается ближе к 30. Да. Все 50. 50. Да, все 50 больше, может быть. Поэтому я, когда читаю историю о своем народе, там тоже идут постоянно уточнения. Вот даже находятся герои, которые в 97-99 годах получили свои эти награды. Ну, в основном, значит, не буду какую-то национальность выделять. Есть люди, есть их подвиги. Это знаменитый летчик Ахмедхан Султан, дважды герой Советского Союза, который прославился на весь мир. Я про него тоже читал отдельной строкой. Они, когда населяли, родились в Дагестане, переехали почему-то в Крим с братом, со старшим братом. Переехали в Крим. И вот через какое-то время началась эта война. Понятно, что, значит, народы, живущие сегодня, никогда не забудут этих героев, этих людей, которые нашу национальность, наших народов прославили. Ну, назовите все-таки, как бы, титульные там нации. Ну, хотелось бы назвать титульные нации Дагестана. Это, значит, если в Дагестане 39 районов сегодня, значит, 17 районов из них аварские, да? 17 районов аварских. Где-то 7 районов даргинских. Даргинцы есть такая нация, есть лакцы такая нация, есть табасаранцы, есть лезгины, есть кумыки. Значит, есть нагайцы, 100 тысяч населения сегодня. Это нагайцы, это степи, степи, которые граничат с Калмыкией. Абдуллахид, вы к какой принадлежите? Я аварец. Аварец. Да, я аварец, значит, Гунибский район. У нас в Гунибе 4 героя. В Гунибском районе 4 героя Великой Отечественной войны. Не считая уже героя России же, есть тоже их много. Вот, где-то 75 дагестанцев, значит, удостоены высоко звания Героя Советского Союза. И из них 8 кавалеров орденов славы трех степеней. Это тоже равносильно, я думаю, что, самый, ну, герою, да, страны. Вот. Могу немножко рассказать про Ахмедхана Султана, который, значит, совершил 602 боевых вылета. Из них 130 самолетов, 150 самолетов он уничтожил лично. И, значит, в групповых сражениях 19 самолетов. И был случай, когда он совершил таран. Вот сегодня именем этого человека носит и улицы, и площади, и, значит, и в Крыму, говорят, установлен бюст. Все-таки дважды герой. Могу про... Это Лакиц, по национальности Лакиц. Есть знаменитый подводник Магомед Гаджиев. Подождите, то есть таран, он так и завершил свою жизнь? Да, 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 нет, он остался живой, просто, да, 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 при таране он остался живой. Значит, есть знаменитый подводник, который, значит, в Баренцево море совершил подвиг, когда он возглавлял, командовал эскадрой подводных лодок, и когда заметил вражеские корабли, он всплыл, и, значит, в бою уничтожил два корабля немецких, и один скрылся, как бы, успел уйти. Вот за этот подвиг ему тоже дали герои Советского Союза, и сегодня в Мурманске город есть Гаджиевск, именем его носит город Гаджиевск. Там тоже, естественно, установлены самые памятники, ну, в смысле, бюсты герои Советского Союза. Вот, есть снайпер, который Саид Алиев, тоже аварийц, он, но я, честно говоря, не выбирал то, что попало под руку, потому что про всех невозможно на короткой передаче рассказать. Лично это Саид Алиев, значит, как снайпер уничтожил 126 солдат, 126 солдат и офицеров. И за это, значит, в то время, когда это все происходило, он получил героя Советского Союза. Ну, после этого тоже была война, там цифра уже идет, 150 человек. Вот такие герои... А вот когда формировались там, значит, какие-то военные части там и так далее, была отдельная дагестанская дивизия или там какая-то часть? Дикая дивизия же, вы, наверное, уже из истории знаете, что была сформирована дикая дивизия, и там были пехотинцы, и там были этот, ну, на конях... Конные? Конные, ну, все-таки Кавказ же. Да, да, да. Вот, и лично, значит, этот, ну, понятно, в сталинские времена, если вы помните историю чеченского народа, то другое, третье. Наш мудрый руководитель, как бы, в Политбюро или там, значит, в Москве доказал, что дагестанцы не это самое, и мы тоже, как бы, нас тоже хотели выселить, было, есть такой момент в истории. Ну, вот своим трудом, своим героизмом дагестанцы доказали, что мы не какие-то там, типа, предатели, да. Унесли свой вклад, вот, лично моей семье, значит, отца, старший брат. Я с маленьких лет жил с бабушкой, потому что отец, мы в Махачкале всю жизнь с отца моей, а мать, бабушка наша в горах. Отец никогда бабушку одну не оставлял, то старшего брата с ней там держал, чтобы ей помогать, да. А когда он закончил там школу, меня уже с Махачкалы туда отправили. Вот таким макаром, то одну ее, в общем, не оставлял отец. И вот старший брат у отца, значит, тоже заслуженный человек, капитаном вернулся с армии, ну, наверное, что-то он бы, наверное, совершил бы героическое, если бы остался. Он просто попал в ситуацию в одном из сражений и контузило его. И что удивительно, вы даже не поверите, что человек приехал в селение, да, вообще забыл свой аварский язык, разговаривал на русском языке. Ну, это объясняю тем, что вот когда человек вышел из комы, да, значит, в окружении были русские врачи, и он принял, воспринял русскую речь. И вообще... Он до этого-то знал русскую речь? Знал русский язык? Ну, я не думаю, знал он или нет, я не знаю это точно до того. Потому что вот и с бабушкой, и со мной, и в селении, в общем, удивительный такой... Говорил по-русски? Да, говорил только по-русски. Удивительная история, да. А это какой год был? Это, ну, я когда еще маленький, 60-е годы. 60-е? Да, когда я уже в сознании, когда я уже стал у бабушки там жить с ней. Сколько он прожил дядя? Он где-то в 70-м году он умер, 25-го года рождения он был. Довольно взрослый, да, немолодой, самый взрослый человек. Вот такой момент у нас в семье и был. Также, можно сказать, героем был мамин брат, старший брат. Значит, после вообще удивительный человек, там, когда я еще был маленький, во всех газетах про него писали, но не герой, он такой вот, типа... Типа того, будем говорить, очень замечательный дядька был. До сих пор по нему там родственники у нас переживают, плачут. Но председателем колхоза в последнее время работал. Делал свое дело и там, и там. Все по-человечески, по-взрослому. У нас сейчас реклама, мы должны прерваться на нее и скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Продолжаем программу. Но, на самом деле, время летит очень быстро, и так получится у нас только малую, да? А малую толику, толику только внести в уважение, в преклонение перед ветеранами. Давайте продолжим. Лариса Кувалдина. Раиса. Раиса Васильевна. Раиса Васильевна Кувалдина у нас, ветеран Великой Отечественной войны. Ну, вот я продолжу. Да, Абдуллахид Шабанов, руководитель дагестанской диаспоры. В оккупации мы были год-два месяца. За это время у меня было три вот такие группы, я водила. Две группы на Понари и одну группу на станцию Глазуновка. То есть, по-прежнему, у вас задача заключалась в том, чтобы довести людей и уйти обратно? Да. Вот. Ну, а 13 февраля 43-го года нас освободили наши. Четвертого. 44-го. Четвертого все-таки? Да. Вот, освободили. Это вы все были на Орловщине по-прежнему? Да, да. Я все была в деревне у тети. Вот. И, значит, наши освободили нас. И у нас деревня была 397 домов, осталось 130. Больше половины немцев сожгли. И когда вошли наши войска-то, они вот по квартирам, а к нам, ну, никто не приходит. Даже, знаете, как-то стало обидно. Почему-то к нам не приходят. В смысле, обосноваться, на ночевку, квартироваться, то есть, да. И вдруг вечером к нам приехали три машины. Вот, потому что у нас дом был очень большой. Вот. И остановились. Это был штаб. Штаб расположился в вашем доме? Да, у нас расположился в нашем фратире. И, значит, я сижу себе так, девочки были эти там, телефонистки эти. Ну, в общем, в штабе были и мужчины, и женщины были. Вот. И вдруг вечером приходит человек, который оставлял мне жетон. И говорит, ну, Кнопка, ты молодец. Я говорю, какая я Кнопка? А тебя так ребята прозвали. Кнопка. Да. А не помните рост свой? Нет. В то время. Не помню тогда я рост. Нет. Вот. Ну, ты хорошо поработала. Без приключений, без осложнений всяких. А сейчас ты нас до города доведешь? Доведу. Ну, все, зачисляем тогда тебя. Пойдем. Я с тетей попрощалась. Я говорю, я пошла домой. Вот. Домой в город. И, значит, мы шли по дороге. И в какой-то мы дом зашли еще, целый в нашей деревне-то. И он привел мальчика. Мальчик немножко повыше меня ростом. Володя Чумаков. На год меня постарше. Вот кнопка «Будет твой напарник». Будете работать вместе. И пока мы шли до следующей деревни, 7 километров, вот мы быстро, правда, пришли, наверное, часа за два. Вот, ну же это, темно было. Вот он все нам рассказывал. Нам, в смысле, вам. Да, мне и Володе. А, Володе. Да. Вот. Что вам придется сходить в Малархангельск, узнать обстановку. Собираются немцы отступать. Это где уже линия фронта где-то, да? Да, нет, не линия еще фронта. Еще немцы там. В общем, оккупированная территория. То есть где-то рядом, да. Оккупированная территория. Да, да. Это до города еще примерно километров 16. Вот Ивань-то деревня. Вот. И там тоже был, ну, как сказать, тоже маленький штабик какой-то. Ну, может, батальонный там или какой-то, не знаю. Вот. А у нас там был тогда армейский уже штаб там, у нас там на квартире. Вот. Мы пришли, и он на утро, да, тут поночевали мы, значит, и на утро он начал с нами готовить нас. Вот. Вот, чтобы мы знали, какие родовольск немецкие, так же, как и у нас по погонам. А, то есть стал учить отличительным знаком. Отличительным знаком, это орудий, вот, ну, техники. Вооружение, техники, да. Даже к разведке конкретного. А вы знаете, все-таки детская память, она ведь очень острая. Да. Мы запоминали очень быстро, сдавали ему как экзамены. Он нас молодцами всегда называл. Ну, и вот, и уже 15-го мы с Володей в Малархангельск отправились. Вот он сам нас до передовой. Между прочим, на передовой не было окопов. Окопы не рыли. А столько снега у нас там было, что из снега вот так вот наложены и эти щели. И у немцев, так же. По-видимому, наши не думали здесь долго задерживаться, а немцы не думали тоже, значит... Ну, в общем, не обосновывались там же капитально. Да, да, да. Значит, можно было понять, что они готовятся к отступлению. Значит, это было 15-го. Мы сходили очень-очень благополучно. Вот. А когда провожали, значит, через линию фронта, мы были связаны с артиллеристами. У нас были три ракетницы. Ракеты. Красная, зеленая, белая. Если заметно, что немцы там грузятся, там и все такое, это они уже готовятся к отступлению. Вот. Если, значит, там где-то мы обнаружили что-то такое, даем зеленую ракету. И тогда артиллеристы наши дают нам две минуты на отход с этого места. Иначе тут вас всех накроют. А иначе нас тут же. Накроют. И начинают этот огонь. И мы с Володей все, значит, дали в одном, это, ну как, во дворе мы обнаружили у стены следующего дома ящики, 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 ящики. Вот. И Володя заглянул, у них так открывается, у немца все вот так вот, раз, и уже можно открыть. Вот. И там были все снаряды, снаряды. Вот. В общем, это... Боеприпасы. Боеприпасы, да. Артиллерийские. И здесь было три машины тоже такими же нагруженные. То есть, видимо, отступать. Отступать. Они уже загрузились. А немножко подальше была танкеточка стояла. Не танк, а танкеточка. И мы все это, значит, отдали ракету, и через две минуты, чтобы нас тут не было. Вот. И начался огонь, немцы всполошились. Это час ночи был. Вот. А дороги-то я знала. Мы же через школьный сад, по нашему переулку. Вот. На кладбище. И там у нас эти пруды. Лазник, лазник. И вот по этому лазнику. И через линию уже. Вот. Немцы, значит, там ведь не стояли около этой деревни Костюрина. Вот. Почему-то не было вот этих снежных возвышений-то. Только было вот ближе к городу. Вот. И мы поползли. Ползем. И туда мы ползли, и тут мы ничего не видели. А сейчас ползем. Вот какое-то такое вот возвышение. И вот так вот два черных пятна. Что такое? Вот. Мы... А ветер был в нашу сторону. И вот. И, видимо, мы-то ползем неслышные. А нам-то и вдруг... Ти-та-та-та-ти-ти-та-та. Вовка ко мне-то близко подкрывает. Это вот корректировщик. Вот. И мы-то... Он говорит, берем. Жви пакеты перевязочные. А когда мы уходили, нам давали перевязочные пакеты с тобой. Вот. Я разорвала. Он у меня взял... Они же прорезиновые. Я говорю, ты ему рот это закрою. Вот. А ты, говорит, кидайся на ноги. И быстрее крути ему ноги. Вот так мы сделали, значит. Только около него вскочили. Он даже нас не обнаружил. Я на ноги. Он на переднюю часть. Вот. Ему в рот кляп. Вот. И руки ему тоже связал. И его машина... Ну, небольшая вот такая вот у него была. На чем он работал-то. Мы ее тоже привязали к ногам. И потащили. Взяли языка, получается. Взяли языка. Вот. Раиса Васильевна. А скажите, пожалуйста, вот... Вот вы ведь во время всех этих событий, наверное, сталкивались с представителями других народов, национальностей. Есть, есть, есть. Сейчас уже мы дойдем. Сейчас уже мы дойдем. Просто у нас времени остается. У нас времени остается. Четыре мировые. Ой, да. Тогда все. Четыре мировые. Медаль за отвагу. Да. И этого фрица-то, когда мы зашли, он говорит, «Das ist Kinder». Это дети? Это дети. «Das ist Kinder». А он говорит, «Да, у нас и дети, говорят, отлично воюют». А он говорит, «Ich habe, ich auch haben zwei Kinder». У меня тоже у своего двое детей. Да. Немецкий изучал. Да, да. Так случилось. Благодаря Данке Дизер-Киндер этим детям для него война закончилась. Вот. Все, он был доволен. Да, скрик. Все-таки Раиса Васильевна. Теперь я уже говорю, наша дивизия была многонациональная, интернациональная. Вот с кем я была близкого связана, у нас командир дивизии Армянин, герой Советского Союза Казарян Андраник Абраимович. Начальник штаба дивизии был татарин Гисантулин Кутуб Гайнудинович. Как между собой называли? Кого? Ну, прозвище, может, как... Батьку или... Нет, нет, нет. Мы с ними это редко же... Не общались, да? Да. Это дивизия все-таки. Дальше. Вот я рассказывала Азизу, что у нас Тофик был азербайджанец. Фамилия? Агаев. Агаев, очень приятно. Вот, дальше. Были у нас и белорусы, и украинцы. Но больше было узбеков, таджиков, казахов, почему-то больше среди азиатов. А какие-то особенности проявлялись в быте в этом военном? Ну, кто-то... Национальная кухня, что-то там хочется покушать или что-то? Нет, нет, было всегда дружно все. Как-то они, может, по-особенному к вам относились? А меня они все баловали. Баловали? Получали, ага, сахар и весь мне отдавали. Вот. А я зато получала папиросы и сигареты и им отдавала. Понятно. То есть вам же было-то 15-16? Нет, мне еще не было 15. 14? 14 лет, мне в ноябре 15 только исполнилось, 44-го-то. Нет. И все вот так вместе за родину... Да, очень дружны были. И даже никогда не думали, что, о, это... Вот и евреи у нас были, вот Мильман у нас был, русский был командир роты, а потом его послали в командировку в Ливны. А последнее, когда нас поймали, это немцы, вот, Мильман нас вел вот на это задание. Вот. И вот на последнем задании нас поймали и отправили в Слуцкий концлагерь. А с кем-то, Раиса Васильевна... Об этом, конечно, отдельно, но времени нет. Да, это отдельно. А с кем-то вы поддерживали отношения уже после войны? После войны, если бы вы знали, сколько я по 500 с лишним писем получала отовсюду. И азербайджанцы писали, и из Молдавии. Фотокарточки друг другу пересылали? Да, конечно, да у меня есть, сука, фотографии, я потом вам принесу показать. Как вы в Кирове-то оказались? А Кувалдин мой кировский. Увез меня и бросил меня в 92-м году. Бросил в смысле... 24 годика уж как умер. Ушел из жизни. Ушел из жизни небесное. Абдулла Хит. Ну, пользуясь случаем, я бы хотел в канун этого великого праздника всех ветеранов, учедших, живущих ныне, чтобы поздравить с великой победой, чтобы вы дали нам жизнь. И мы постараемся сохранить память о той войне, сохранить и уважить всех вас, взрослого населения. И чтобы это для молодежи, я по воле судьбы занимаюсь национальными вопросами, чтобы у нас беда не случилась, чтобы нас плачивало. Без беды мы должны сплоченными быть. В любое время может быть в жизни беда. Поэтому я пользуюсь случаем очень вас поздравляю всех. Желаю вам всего доброго. Спасибо за подвиги. Если вы хотите жить, живите 138 лет, пожалуйста. Происпетельно, дай вам Бог здоровья. Действительно. Спасибо большое. Завершаем мы на этом передаче «Союз нерушимый». 13 мая, напомню, следующая программа. И мы продолжим разговор, приврочим очередную передачу к 9 мая. Всех с наступающим праздником. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин